А может быть это не настоящие бегуны, подумал я, может быть это работники Тазалыка, но потом мы конечно разобрались, действительно бегуны оказались настоящими. Помните, мы говорили в наших эфирах буквально на прошлой неделе о трех добровольцах, энтузиастах и профессионалах в беге, которые мало того, что свое здоровье укрепляют таким образом, как-то стимулируют и вдохновляют практически всех остальных, так еще и приносят пользу нашей окружающей среде. Укрепляют экологическое здоровье Секулия, я бы сказала. Да, вот они как раз таки добежали до нас, у нас в гостях Даниэр Уморов, основатель школы правильного бега Айла Франин и Казбек Мияров, ультрамарафонец. Доброе утро. Доброе утро. Ну давайте обо всем по порядку, как вообще такая идея пришла в голову, кому и... И зачем? И зачем? Ну, вообще идея пришла у нас Казбеку, Казбек вынашивал это около года или двух, затем совсем недавно он обратился ко мне с такой идеей. У меня скоро будут длительные соревнования трехдневные, поэтому я решил попробовать себя, как мой организм будет чувствовать себя в течение трех-четырех дней. Еще Казбек предложил собирать по дороге мусор, что было немножко странным, но потом в процессе уже этой уборки, даже когда у нас машина была полная, пробегать мимо различного пластика и алюминия было очень сложно. Ну, сейчас надо, наверное, спросить. Дело в том, что была, конечно, подготовка к туристическому сезону, и мы приблизительно должны были понимать, что там все уже почистили, там у нас все красиво, готовы встречать туристов. Вот из первых уст практически, скажите, какова была обстановка на Иссыкуле, экологическая сейчас вообще? Ну, знаете, мы убирали вдоль дороги, то есть мы брали от дороги 2-3 метра, это максимум наш радиус, где мы собирали этот мусор, и его было очень много. То есть, глядя уже в сторону, например, гор, либо озера, можно было видеть еще больше мусора, там, где, например, была какая-то посиделка, либо еще что-то, но все это убрать троим было просто физически невозможно, поэтому, я думаю, она не очень в хорошем состоянии, наша сейчас обстановка там. И очень много другого тоже мусора, многие даже выбрасывают памперсы, бумаги, все, что можно, не задумываясь. Но преимущественно это все-таки пластика и алюминия, так вы говорили? Да, пластика и алюминия, да. Казбек, вот вопрос к вам. Понятно, что вы умеете правильно бегать, вы ультрамарафонец, за вашими плечами много-много соревнований, но все-таки бежать непрерывно это одно, а бежать и как-то еще заворачивать, нагибаться за этим мусором, это ведь дополнительная нагрузка. Как вы с ней справлялись? Ну, во-первых, это за счет подготовки, ну и скажем так, я думал, что нам будет сложно на третьем-четвертом дне, а так получилось уже с утра нам в первый же день стало тяжело из-за того, что там высокогорье, первое, второе, то, что дождь, и третье, вот это вот, когда бежишь, останавливаешься, нагибаешься, либо же... Да, там бывало моменты, то, что вот мы пробежали километр, а у нас уже сумка полная, то есть и, скажем, чуть-чуть так обидно, жалко становится то, что у тебя не две руки, а четыре руки или что-нибудь там побольше мусора собрать. И первый день мы добежали и были в шоке, честно, вопрос шел, то, что мы вообще добежим. А на второй день стало чуть-чуть получше, и мы добежали до Кодисая. Там была такая эпичная картина, хотели, вот, типа, мы добежали до Кодисая, там вывез как Кодисай, ступеньки. Я ползал на этих ступеньках, вот так вот, на своих четверых. Мы хотели сфотографироваться, но из-за того, что уже был второй день бега, мы даже подняться не могли нормально, потому что ноги отказывали уже. И получилось прикольное, смешное видео, где мы, о, давай сфотаемся, и начинаем забегать, и все, как-как, две ступеньки, и начинаем ползти. Где ваш третий участник команды, расскажите немножечко про него. Нуршат, он у нас работает в ООН, поэтому у него не получилось сегодня прийти. Он тоже связан с бегом, он является победителем ультра-тенгри 70 километров, это тоже забег на, ультра-забег считается на 70 километров, где 35 километров очень, ну, сложные, а 35 еще сложнее тем, что они в горы. Это проходит в Казахстане, и в этом году он занял первое место, он пробежал это, за 7 часов 5 минут. Конечно, потрясающий результат. Возвращаясь все-таки к мусору, вот эта самая картина, приблизительно мусор и карта, если бы сейчас представить озеро Секуль, мусор равномерно распределен везде, или есть места, где его нет? Вы знаете, от Чолпонаты до Каракола было грязно везде, и там где-то присутствовали баки еще, например, где-то до села Анани, там присутствовали баки, где мы могли от него избавиться. В дальнейшем приходилось высматривать специальные вот эти машины грузовые, которые мусор собирают, их просить. Все они шли навстречу. А Южный берег после, ой, начиная от Каракола, был немного чище, мы заметили это, но буквально до Покровка, да? Да. После нее уже началось то же самое, и также не было баков, даже там, где не было сел, все равно было загрязнено. И один раз мы даже выкинули мусор просто в юрте, они позволили оставить мусор, у них стояли три маленькие мусорки, они сказали, да, они увидели нашу акцию, они согласились, и мы оставили там. Но даже Южный берег, где нет сел, там все равно очень загажено. Хочется, не знаю, провести какую-нибудь акцию. Например, во время бега мы думали, если собрать большое количество людей, то можно внести еще больше вклад в развитие, ой, в очищение нашего из Сыкуля. Но пластика очень много. А какое количество килограммов вы не подсчитывали, вам удалось собрать? У нас был минивэн, и нас было всего четыре человека, а минивэн был семиместным. То есть мы его забивали полностью, и когда не было возможности выкинуть, мы ехали с мусором, и там уже начинало пахнуть, уже мешки наполнялись, все это. Но все равно, я говорю, в такой момент бежать и не собрать мусор, потому что его некуда выкинуть. Мы даже не пользовались стихийными свалками, потому что мы знали, что там не уберут его. Поэтому приходилось везти его с собой. Как реагировали люди, к которым вы бежали навстречу? Что говорили? Предлагали помощь какую-то? Знаете, мне предлагали попить, потому что я бежал, мне показывали, хочешь ли ты пить? Зачем вы, что вы делаете, зачем вы собираете? Казбека пытались подвести, но это был бы уже обман такой. Поэтому Казбек не согласился. Но люди реагировали, да, сигналили. Иностранцы, например, которые едут на мотоциклах, на велосипедах, у них был главный вопрос, зачем мы бежим вокруг Иссыкуля. Но когда мы сказали, что мы убираем пластик, все встало на свои места, и они сразу это одобряли. Так что я думаю, если бы мы просто пробежали, это не вызвало бы такого резонанса. Да, согласен. Мы когда увидели новость в лентах, такое, знаете, за вас чувство гордости. Мы и знаем, мы говорили и горделись. А скажите, пожалуйста, все-таки есть еще какие-то люди, которые тоже интересовались и спрашивают Деньяра, когда в следующий раз побежите, а побежите ли? А может быть, мы тоже к вам присоединимся? Ну, люди такие есть, да? Да. Потому что вызвало такую реакцию, и поэтому люди спрашивают. И мы уже, если у нас были раньше, например, другие планы, то сейчас в эти планы начинают входить новые мероприятия. Мы хотим организовать нечто подобное чуть позже. Это плодинг называется? Да, это плодинг называется. Да, мы хотим это организовывать и в городе, просто совместить бег, как мы увлечены бегом, зачем бегать просто, когда можно принести пользу. Поэтому мы хотим этот формат дальше развивать, и думаю, скоро вы увидите нечто подобное уже в городе. Это здорово. Еще такой вопрос. Не могу не поинтересоваться, чтобы представить, как это было. Вы, получается, бежали прямо по обочине, по дороге? Да, мы бежали эстафетой по 5 километров. Ну, мы знаем, что в некоторых фрагментах на Иссык-Кульской трассе вот этот вот откос дороги, и, ну, вот где уже идет населенный пункт непосредственно, он достаточно крутой. Да. И вам приходилось туда вниз спускаться, чтобы собирать мусор, или как? Это же еще больше нам нужно. Нет, мы бежали примерно, грубо говоря, у нас отказывала правая нога, потому что она была всегда ниже, и мы иногда переходили на ту сторону. Мы иногда бежали назад, поворачивались. Это, да, это особенность трассы, да? Да, это особенность трассы, еще она каменистая некоторых местах. То есть, для бега она не очень предназначена. Да, например, вот новая трасса от Рыбачьего до Чулпана-ты. Мы просто обалдели от нее, потому что она идеально ровная, без ничего, а вот когда именно откос идет, как бы, когда час бежишь, полчаса, это незаметно. Спустя день, когда мы добежали до Каракола, потом что-то давай в магазин сходим, это и смотрим, все на правую ногу хромаем. Потом начали на ту сторону, с левой стороны бежать, вот так как-то что-то... А как вы восстанавливались всего лишь за одну ночь? Что делали, что ели, что пили? Да, сон и питание. Мы пили бы ЦА, а так, если еще и признаться, мы плохо подготовились тем, что у каждого были дела до выезда, и был ночной полумарафон. И после этого, когда мы выезжали, многие забыли очень важные вещи, например, я забыл беговые шорты, я не взял свой хороший дождевик. Многие вещи были это, но все равно потом уже не было времени плакать, приходилось только бежать, бежать. Бывали моменты, когда мы не могли побежать, мы включали камеру, чтобы замотивировать себя и выйти с машины, потому что уже не хотелось выходить и идти куда-то бежать. Спасибо вам большое, вы действительно сделали огромное дело, и я надеюсь, что эта тенденция продолжится, и кого-то вы вдохновили этим поступком. Даниар, давайте обозначим еще УВС, ведь школа правильного бега, и может быть, кто-то сейчас просто хочет научиться правильно бегать, чтобы в дальнейшем потом подготовиться и тоже присоединиться к такому движению. Расскажите, как и где вас найти, и что для этого нужно? Мы в основном бегаем на стадионе «Спартак» в 7 часов вечера, это вторник, среда, пятница, суббота. В эти 4 дня мы всегда на стадионе, так что приходите, либо в Инстаграм «I love running.k.z». Вот, друзья, если вы еще совершенно не знаете ничего о беге, если вы никак к нему не предрасположены, будем говорить так, у вас есть миллион шансов для того, чтобы начать правильно бегать, а правильно – это значит бегать потом дистанции более масштабные, и, кто знает, может быть, встать в ряды вот таких вот людей, которые еще и делают большое дело для нашей экологической ситуации. А мы в тысячный раз повторяем, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА